Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем тему создания мобильных приложений. Еще устроить следующий вопрос. Устройство платформы Android. Платформа Android объединяет операционную систему, построенную на основе ведра операционной системы Linux, парамежеточное программное печенье и встроенное мобильное приложение. Разработка и развитие мобильных платформы. Android выполняется в рамках проекта AOCP, Android Open Source Project под управлением OHA. Укоплит всем процессам поисковый гигант Google. Android поддерживает фоновое выполнение задач, представляет богатую публиотеку элементов пользовательского интерфейса, поддерживает 2D и 3D график, используя OpenGL стандарт, поддерживает доступ к файловой системе и встроенной базе данных SQLite. С точки зрения архитектуры системы Android можно видеть следующий уровень. Базовый уровень, уровень абстракции между аппаратным уровнем и программами пользователя. Набор библиотек и среда исполнения обеспечивает важнейшую базовую функциональность для приложения, содержит виртуальную машину данных и базовые библиотеки, чьего необходимы для запуска Android приложения. Уровень каркаса приложения обеспечивает разработчикам доступ к API, предоставляемым компонентом системы уровней библиотек. Уровень приложения. Набор предустановлен в базе приложений. В основании компетентной архиархии лежит ядро операционной системы Linux 2.6, служит промежуточным уровнем между аппаратным и программным обеспечением, обеспечивает функционирование системы, предоставляет системные службы ядра, как управление памятью, энергосистемой, процессами, обеспечением безопасности, работой с сетью и драйверами. Уровнем выше располагается набор библиотеки и среда исполнения. Библиотеки реализуют следующие функции. Представляют реализованные алгоритмы для лежащих уровней, обеспечивают поддержку файловых форматов, осуществляют кодирование и декодирование информации, выполняют реализацию графики и т.д. Библиотеки, разработанные на языке сессии, филосфасы, скомпилированы под конкретное аппаратное обеспечение устройства, вместе с которым они и поставляются производителем в предустановленном виде. Рассмотрим некоторые библиотеки. Первый библиотеки Surface Manager, композитивный менеджер окон. Поступающие команды отрисовки собираются в закадровый буфер, где они накапливаются, вставляя некую композицию, а потом выходят на экран. Media Framework, библиотека, реализованная на базе Paked Video Open Card, используется для записи и воспроизведения аудио и видеоконтента, а также для вывода статических соображений, поддерживают форматы MP4, H.264, MP3 и т.д. Escolite, легковесные производительные и реализационные субботы, используются в антероиде в качестве основного инструмента для работы с базами данных. 3D-библиотека, используется для высокооптимизированной отрисовки 3D-графики. Live WebCara, библиотека браузерного движка WebKit, используемая также в известных браузерах Google Chrome и Apple Safari. LGL, библиотека для работы с 2D-графикой, она является продуктом Google и часто используется в других программах. SSL, библиотека для поддержки одноименного криптографического протокола. LiveCara, стандартная библиотека языка IC, а именно ее PISD-реализация, настроенная для работы на устройстве на базе Linux. Среда исполнения включает в себя библиотеки ядра, обеспечивающие большую часть низкоуровневой функциональности, доступны библиотекам ядра языка Java, виртуальной машины Daugly, позволяющие запускать приложения. Каждое приложение запускается в своем экземпляре виртуальной машины, тем самым обеспечивает недависимость работающих приложений от операционной системы и друг от друга, поэтому код с ошибками или вреднодоносные программы обеспечения не смогут испортить Android и устройство на его базе, когда срабатывает. Для исполнения на виртуальной машине Daugly в Java классе компилируется исполняемый файл с расширением DEX с помощью инструмента TX, входящий в состав Android SDK. DEX – формат исполняемых файлов для виртуальной машины Daugly, оптимизированный для использования минимального объема памяти. При использовании D-Eclipse, флагон ADT, компиляции классов Java, формата DX происходит автоматически. Каркас приложений. На еще более высоком уровне располагается каркас приложений Application Framework, архитектура которого позволяет любому приложению использовать уже реализованные возможности других приложений, которым разрешен доступ. В составе каркаса будет следующие компоненты. Это богатый и расширяемый набор представлений, который может быть использован для создания визуальных компонентов приложений, например, списков, текстов, файлов, таблиц, кнопок или даже встроенного веб-браузера. Контент-провайдеры, управляющие данными, которые одни приложения открываются для других, чтобы те могли их использовать для своей работы. Менеджеры ресурсов, обеспечивающие доступ к ресурсам и с функциональностью напрямую по строковым данным графикам, файлам и другим. Менеджеры оповещения, позволяющие приложению отображать соответствующее собственное уведомление для пользователя в строке состояния. Менеджеры действия, управляющие жизненным циклом приложения, представляющие систему навигации под действием. Уровень приложений, наконец, самый высокий, самый близкий к пользователю уровень приложений. Именно на этом уровне пользователь взаимодействия со своим устройством, управляемым в операционную систему Android. Здесь представлен набор базовых приложений, которые предоставлены на операционную систему Android. Например, браузер, почтовый клиент, программы для отправки SMS, карты, календарь, менеджеры, контакты и другой. Список интегрированных приложений может меняться в зависимости от модели устройства в версии Android. К этому году также относятся все пользовательские приложения. Разработчик обычно взаимодействует с двумя верхними уровнями архитектуры Android для создания новых приложений. Библиотека системы, исполнение ядра линии, скрытых за каркасом приложений. Повторное использование компонентов других приложений приводки идеи задач в Android. Приложение может использовать компоненты другого Android приложения для решения задач, например, если разрабатываемое приложение предполагает использование фотографии, она может выдать приложение, управляющее фотографиями, зарегистрированной в системе Android, выбрать с его помощью фотографии и работать с ней. Для установки приложений на устройство с производительностью Android создается файл с расширением APK Android Package, который содержит исполняемые файлы, а также вспомогательные компоненты, например, файлы с данными и файлы с ресурсами. После установки на устройство каждое приложение ждет в своем собственном изолированном экземпляре виртуальной машинной данной. Обзор средств программирования. Прежде чем начать разрабатывать приложения под Android, рассмотрим существующие инструменты, подходящие для этих целей. Можно выделить необходимые инструменты, без которых разработка мобильных приложений под Android просто невозможна. С другой стороны, существует большое количество вспомогательных систем, в какой-то мере упрощающих процесс разработки. К обязательным инструментам относятся Android SDK, с оборожностью спрограммирования, которые содержат инструменты, необходимые для создания, компиляции и сборки мобильного приложения. SDK Manager. Инструмент, позволяющий загрузить компоненты Android SDK, показывать пакеты Android SDK, их статус, установлен, неустановлен, доступно обновлению. Android Emulator. Виртуальное мобильное устройство, которое создается и работает на компьютерах разработчики, используется для разработки и тестирования мобильных приложений без привлечения реальных устройств. AVD Manager. Предоставляет графический интерфейс для создания виртуальных Android устройств, предусмотренных Android Emulator и управляемый ими. Android Debugbrite – гибкий инструмент, позволяющий управлять состоянием эмулятора или реального Android устройства, подключенную к компьютеру. Также может использоваться для установки Android приложений на реальное устройство. В современных условиях разработка программы обеспечения большинство случаев ведется с использованием интегрированных средств разработок. IDE имеет несомненные достоинства в процессе компиляции, для сборки и запуска приложений, обычно автоматизированный. В связи с чем для начинающего разработчика создать свои первые приложения туда не составит. Но чтобы заниматься разработкой всерьез, необходимо потратить силы и время на изучение возможностей самой среды. Расмутная IDE, пригодная для разработки Android. Android IDE – среда разработки под Android, основанная на Eclipse, представляет интегрированные инструменты для разработки, сборки и отладки мобильных приложений. В данном курсе Android IDE выбран в качестве основных следы разработки. Возможные среды более подробны в лабораторию работы. Также даны рекомендации по установке и настройке среды создания запуска первых приложений, как на эмуляторе, так и на реальном устройстве. Android Studio – среда разработки под Android, основанная на IntelliJ IDE, и подробная на Android IDE, она представляет интегрированный инструмент для разработки и отладки дополнительных всем возможностям. Ожидаем от IntelliJ IDE в Android Studio реализована поддержка сборки приложений, основанная на Gradle, специфические для Android репартурен и быстрые исправления дефектов, линд, инструменты для поиска проблем с производительностью, с юзабилити, совместимостью версий и других возможностей ProGuar и подписки приложений, основанных на шаблонах мастера для создания общих Android инструкций и компонентов. Также веб-редатор, работающий на многих размерах экрана и разрешениях, окна предварительного просмотра, оказывающие запущенные приложения сразу на нескольких устройств реальных. Время встроена поддержка облачной платформы Google. Эмуляция стандартная, эмулятор Android, эмуляция, вычислительная техника, комплекс программ, аппаратных средств для их сочетания, переназначенные для кодирования функций одной вычислительной системы на другой, отличные от первых вычислительной системы, таким образом, чтобы эмулированное поведение как можно ближе соответствовало к поведению оригинальной системы. Целью является максимально точное воспроизведение и поведение. Эмулятор. Виртуальное мобильное устройство, которое запускается на компьютере, при помощи эмулятора можно разрабатывать, тестировать приложения без использования реальных устройств. Основное окно Android Studio имеет такой вид. Создание приложений. Чтобы создать приложение, нам нужно в Android Studio создать проект. При создании проекта, в нем создается модуль. В этом модуле мы проектируем форму положения и пишем код. При запуске этого модуля мы получаем готовое приложение, а в этом модуле, по сути, является приложением проект контейнер для модулей. Таким образом, в самых простых случаях другое проект не такова. Значит, проект и модуль. Есть проект и в нем есть модуль, при запуске проекта запускается модуль, и мы получаем Android приложение, которое создано в этом модуле. В этом случае один проект, одно Android приложение. Но в одном проекте может быть несколько модулей. Показано рисунки. Далее создание проекта. Выбираем пункт основного проекта. Start a new Android Studio. Итак, мы создали свой первый проект. И, конечно, это все будет встроено в свой приложение для проверки и корректной установки инструмента. Однако множество приложений создаются именно из него. Итак, проект создан. Теперь создадим в проекте свой модуль, то есть приложение. Эта процедура будет частично похожа на создание проекта, но с небольшими отличиями. Чтобы создать модуль, в меню выбираем файл, в него модуль. Тип модуль выбираем phone and tablet application, как я показываю, на этом режиме модуль. Нажимаем таблет модуль. Нажимаем Next. Далее здесь мы записываем имя нашего проекта. Нажимаем Next. И выбираем версию Android ADK. Значит, настройка активности. Большинство приложений на Android имеет свой экран. Форма окна, которая называется активностью или девятность. Активити. Значит, есть несколько видов активити. Значит, blank activity. Шаблон предназначен для мобильных телефонов. Full screen activity. Шаблон, позволяющий растянуть приложение на весь экран. Без навигационной панели и статуса бара. Master Detail Flow. Шаблон предназначен для планшетных компьютеров. Значит, выбираем одно из них, на которые вы можете создать свой проект. Значит, далее, когда мы уже выбрали свой тип, значит, выходит на экран вот такое меню. В виде такого приложения. И мы тут должны располагать свои контейнера. Значит, структура модуля. Можно раскрыть этот модуль и рассмотреть его содержимое. Вкратце, пойдемте по интересующим национальным файлам Android Manifest XML Manifest или конфигурационный фарад приложения. Папка Java. В ее подпапках будет весь написанный номер, код приложения. Папка Rails используется для файлов ресурсов различного типа. Запустим наше первое приложение. Для этого надо выбрать соответствующий модуль в выпадающем списке. Сверху и нажимаем кнопку на треугольниках. Вот тут. Значит, выбираем мы и нажимаем на запуск прав. Чтобы запустить приложение, нужно иметь какую-нибудь материальную Android устройство или иммулятор. Нам предлагается запустить иммулятор. Нажимаем ОК. И, значит, в папке Rails, под папке Load находим XML файл, который является оболочкой нашей активности. Именно этот файл будет введен на экран устройства. Запуск проекта на эмулятор устройства. В первую очередь нужно создать эмулятор устройства. Это можно сделать, нажав на кнопку на панели инструментов. Изобрей решающий смартфон. Если кнопки нет, на панели можно идти в введом. Значит, это вот кнопка. Значит, мы ее нажимаем, чтобы создать наш эмулятор. Откроется Android Virtual Device Manager. Пока у него нет ни одного виртуального устройства. Чтобы запустить приложение, нужно как нибудь реальное Android устройство или иммулятор. Нам предлагается запустить иммулятор. Нажимаем ОК. Через какое-то время появится иммулятор и начинается загружаться. Значит, вытолким иммулятор. Должен работать. И мы попадаем на экран блокировку. Снимаем блокировку. Введем наше приложение, которое мы файлы здесь упрошим. Если он имеет такой вид, значит, что экран сбывается в Hello World. Спасибо за внимание.